Музыка Команда Амурского областного телевидения продолжает работать на полях Восточного экономического форума. С самого старта масштабного проекта, участия в котором принимают более 60 стран мира, наша съемочная группа держит зрителей в курсе событий. Ежедневно Нинока Хриидзабушуева рассказывает о главных результатах работы региональной делегации во главе с губернатором Василием Орловым. Амурская область заключила соглашение, которое предполагает развитие туристической инфраструктуры. Госкорпорация как раз и занимается развитием инфраструктуры в российских регионах, которая будет способствовать как раз притоку внутреннего туризма, его развитию и развитию туризма въездного. На соглашении прозвучали два важных момента. Это строительство универсального спортивного комплекса и четырехзвездочной гостиницы в Благовещенске. Есть конкретные инвесторы. Подробнее об этих проектах нам удалось поговорить с первым заместителем, министра экономического развития, туризма и предпринимательства Екатериной Киреевой. Интервью смотрите в эфире Амурского областного телевидения. Ну а вторая, не менее важная встреча, которая прошла утром сегодня, это встреча с главой госкорпорации «Роскосмос». Юрий Борисов посетил павильон Амурской области. Напомню, второй этаж полностью посвящен космической теме. Стороны договорились о дальнейшем плотном сотрудничестве. И глава госкорпорации упомянул, что завтра будет работать на космодроме «Восточный». Было отмечено, 7 сентября в Владивостоке дождь и ветер сменила теплая солнечная погода. Улица Дальнего Востока оживилась. Там можно увидеть выступления различных танцевальных и вокальных групп. В павильоне Амурской области свои работы презентовали региональные мастера. Больше всего покупают кукол, тряпичный кукол. Елена Серебряная, я покажу. Да, тряпичные куклы, да, приносящие удачу. Здесь и женские куклы, здесь и берегини для дома, здесь и на удачу куклы. То есть все верят в удачу. Вот, еще пользуется спросом, конечно же, символика. Символика российско-китайской ярмарки культуры и искусства. Символика космодрома «Восточный», который у нас находится. Вот, тоже здесь представлены витрины. И, конечно же, украшения. Школу на 1200 мест, детскую поликлинику «Три путепровода» построят в Амурской области за счет льготного финансирования от дом.рф. Кроме этого института, развитие жилищной инфраструктуры поддержит проект модернизации водозабора. Соглашение об этом на Восточном экономическом форуме губернатор Приамуре подписал с генеральным директором профильной компании. Также один из российских банков примет участие в инвестиционном проекте по строительству нового международного аэропорта в областной столице. Соглашение посвящено совместным усилиям по социально-экономическому развитию Амурской области и притоку в регион инвестиций. В Приамуре организовали горячую линию по вопросам питания детей в образовательных учреждениях области. Обращение принимают специалисты регионального управления Роспотребнадзора до 16 сентября включительно. Звонить необходимо по номеру, который вы видите у себя на экранах. В Благовещенске ввели режим повышенной готовности. Мера принята из-за циклона. По данным амурских синоптиков, сегодня в некоторых восточных районах области пройдут сильные дожди. Порывы ветра будут достигать 23 метров в секунду. Об этом и многом другом мы расскажем в вечерних выпусках новостей. Первый смотрите в 18.00. Самую интересную и оперативную информацию вы также можете узнать в нашем телеграм-канале и на сайте АО-ТВ.